Мишка на проволоку Мишка не нравится нашим подарком, его нежелательно приклеивать, подклеивать или еще что-то, потому что впоследствии его могут захотеть изъять из букета и просто так поиграться с ним. Вот таким пустым образом мы крепим нашего мишку на проволоку. Следующим этапом нужно сделать какую-нибудь юбочку своего рода. Обычно можно взять любую ткань, органзу очень часто используют. В принципе, достаточно двух квадратиков. Мы их в серединке протыкаем. И делаем своего рода юбочку для нашей игрушки. Снизу ее можно привязать чем угодно, нитками, веревками, все, что у вас есть под рукой. Я вам использую с ленточкой. Итак, у нас остается заключительный этап. Это взять нашего уже готового мишку и обернуть гофрированной бумагой. Теперь нам нужна будет ленточка, желательно под цвет. Мы этой ленточкой декорируем нашу мишку. Завязываем бант. Итак, остается заключительный этап. Это декорирование. Для этого подойдут любые цветочки, стразинки, бусинки, даже ленточки, бантики. Мы просто декорируем край нашего букета. Чтобы придать ему какую-то изюминку. Итак, у нас сегодня получился вот такой вот милый букет из игрушек. Букеты бывают разными. Можно украшать их чем угодно, вплоть до конфет. Его можно подарить на любой, на день рождения. Будет очень приятный, милый, удивительный подарок. Всего вам хорошего, удачного вам дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова